Тема 798. Ремонт кроссовок. Ремонт кроссовок. Для покупки новых кроссовок. Тогда он стал искать какие-нибудь старые кроссовки. И купил поношенную пару за 7 долларов у своего школьного товарища. Отремонтировал и стал носить, носит до сих пор. Так родился бизнес школьника по ремонту кроссовок. Фирменные кроссовки на рынке США стоят в среднем 600 долларов. Когда они сношиваются и в них становится невозможно ходить, приходит на помощь Хосе и предлагает свои услуги по их восстановлению за 150 долларов. Владельцу кроссовок выгоднее их отремонтировать, чем покупать новые, ведь если ремонт сделан качественно, кроссовки могут служить еще годы. Как школьник ремонтирует кроссовки. Сначала он отбирает подошву и срезает испорченные куски подошвы. Затем протирает кроссовки специальным составом, удаляя клей, грязь и прилепшие кусочки подошвы. Потом отмывает сами кроссовки от пятен с помощью воды и специальных химических средств. Затем при помощи кипятка и рук он снимает более-менее крепкую подошву с других подержанных кроссовок. С помощью химического растворителя снимает с этих подошв ненужную краску. Красит подошву по-новому. Промазывает внутреннюю поверхность новой подошвы клеем. И приклеивает кроссовок к новой подошве. И вот, их уже можно носить. А вот на этом видео вы можете увидеть полный процесс восстановления аналогичных кроссовок. И никакого вам сложного оборудования, только баночки с химикатами. Всю работу молодой предприниматель производит у себя. Дома. Дома. Ремонтирует чужие кроссовки, снимает их на видео и выкладывает на своем канале ютубе, ютубе.комбарараритросничкерсчайрапаринтесиспунта. Все его видеоролики посвящены исключительно кроссовкам и их ремонту. За три года выкладывания своих видеороликов он получил более 150 тысяч подписчиков и более 10 миллионов просмотров. Причем, такое количество просмотров вовсе не объясняется резко настигнувшей подростка популярностью. Просто в интернете и на ютубе тема ремонта кроссовок достаточно популярна. И на его видео выходят либо по поиску, внешнему и внутреннему, либо с похожих видео. Об этом свидетельствует статистика выложенных на канал видеороликов, она достаточно ровная и равномерно растущая. Доход школьник-предприниматель получает из трех источников, насколько я вижу. 1. Собственно ремонт кроссовок, без учета стоимости химикатов, если принять за чистую прибыль ремонта одной пары 100 долларов, и если 2. Предположить, что в месяц он ремонтирует 20 пар кроссовок, по одной паре в рабочий день, это может быть примерно 2000 долларов в месяц. 2. Партнерка от ютубе приносит ему в среднем 3000 долларов в месяц, эту цифру я взяла из репортажа местной газеты. 3. Кроме этого, парень явно зарабатывает на рекламировании всех этих химикатов, что он использует, в каждом описании к видеоролику он указывает сайты продавцов этих баночек. 4. Он получает либо комиссионные с их продажи, либо оплату за прямую рекламу, либо эти продавцы поставляют ему данные средства бесплатно, что означает, что его прибыль с одной пары отремонтированных кроссовок возрастает до 150 долларов, что увеличивает его доход от ремонта на 1000 долларов в месяц. 5. Не стоит думать, что этот мальчик – единственный на ютубе, кто рассказывает о ремонте кроссовок. Есть и другие. Но чем отличается юный предприниматель? Он активен, уверен в себе и в своем деле. Он не боится камеры. Он очень грамотно рекламирует и себя, и свой канал. Прогматично просит подписаться, лайкнуть и поделиться его видео с друзьями. Для увеличения количества подписчиков вам пригодится одна моя статья «Как увеличить количество подписчиков на ютубе в двухстах раз». Секреты успеха подобного бизнеса Конечно, американцы помешаны на кроссовках, они их называют сникерсами. Они не просто их носят, они их коллекционируют. Фирменные кроссовки, которые американцы коллекционируют, стоят очень дорого. И тот, кто может помочь любителям кроссовок сэкономить на их восстановлении, сможет получить дополнительный доход. Вся Америка, или почти вся, сидит в онлайне. Для них заказать что-нибудь через интернет, расплюнуть. Через интернет они ищут не только товары, но и услуги в своем городе. Кстати, молодой сапожник, я думаю, ремонтирует кроссовки не через интернет, а в своем городе. Ему в этом смысле повезло, что он живет рядом с крупным городом, Хьюстоном, 2 миллиона жителей. Потому Что не каждый пошлет по почте свои кроссовки для их ремонта, хотя это для Запада не проблема, вполне возможно, что кто-то и посылает. Можно ли аналогично вести сапожный бизнес в России? Оказывается, да. Я нашла одного сапожника из города Оренбурга, 560 тысяч жителей, который тоже рассказывает о ремонте обуви в интернете и получает от этого дополнительный доход, скромнее американца, конечно, но лиха беда начала. Его видеоканал – ютубе.комбарраусербарадимшуээс. Вот одно из его видео, где он рассказывает, как прошить подошву, это видео просмотрели уже 58 тысяч раз. За два года его видеоканал набрал 9 тысяч подписчиков и заработал более миллиона просмотров. Автор видеоканала Дмитрий Заикин, кроме зарабатывания, собственно в своей мастерской, продает курсы по темам «Уникальные мокосины своими руками», «Кожаный руль своими руками», параллельно с ремонтом обуви Дмитрий занимается автомобильными переделками. Уверена, что благодаря своему видеоканалу он увеличивает свою клиентскую базу. Его клиенты – богатые люди, которые носят дорогую обувь, поэтому заботятся о ней и периодически ремонтируют. В одном из видео он сам рассказывает, как привлекать к себе постоянных клиентов. Кроме того, он идет по пути американской практики и рекламирует в своих видеосредства по уходу за обувью, конкретно, он сейчас рекламирует интернет-магазин Чоу Ланил Пунтеру. Возможно, он еще участвует в партнерской программе Ютубе, во всяком случае, его видеоканал отвечает всем критериям популярности, это тоже дополнительный онлайн-доход сапожника. Так что сегодня в интернете могут зарабатывать не только блогеры и инфобизнесмены, но и сапожники, и пирожники. Главное – уметь что-то делать, суметь это показать и конвертировать показы в деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин